Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Добрый вечер, уважаемые зрители! Добро пожаловать в Скаменогорск, где стартует очередной матч про-хоккей-лига с чемпионат Казахстана по хоккей с шайбой. Торпеду Скаменогорск вновь сыграет с командой Тимиртау вчера. Первый период получился насыщенным. Удаление в составе Тимиртау Валерий Нероев получает большой дисциплинарный до конца игры и 5 минут торпеду сыграли в большинстве. Другое дело, что реализация числа большинства, она оставляла желать лучшего. Хотя и по-разному пытались взломать оборону соперника. Но ни один из бросков целей не достиг. Шофеев в ответ убежал в контратаку. Здесь неудобный бросок, с которым справился Андрей Янков. И все самые, ну, наверное, основные события этого матча развернулись в периоде под номером 2, когда Тимиртаусы смогли выйти вперед, играя в меньшинстве. Но перед этим было удаление Давида Муратова. У вас Суханов прорывался от воротом Андрея Янкова. А здесь бросок Антона Петрова пришелся Демидия Еремеева. Получив чистое преимущество, торпедовцы пропустили шайбу. Вот этот момент, когда был удален Лазарев. Ну и ошибка Лихотникова. Здесь Шофеев здорово боролся. И Никита Селиванов подключился к отскоку. И шайбу отправил в ворота Андрея Янкова. 0-1 в пользу Тимиртау. И казалось было, что сейчас торпедовцы сумеют продавить соперника. Но это случилось в периоде под номером 3, когда торпеда имела чистое преимущество. Здесь Игнашин и Татарин вывели под бросок Дмитрия Гринца. И Дмитрий блестящим броском восстановил, равновесие в счете. 1-1. После чего имели преимущество торпедовцы. Они много атаковали, бросали, но в итоге Дмитрий Ильмеев стал стеной. А здесь блестящий контр-выпад и Кирилл Пономарев прорвался между двух игроков. И отправил шайбу в дальний верхний угол. 1-2. Тимиртаусы вышли вперед. И как оказалось, эта шайба стала победной в этом противостоянии. И, конечно же, большую роль в дальнейших событиях сыграл Дмитрий Ильмеев. Отыгравший просто здорово. Все броски он отразил. Но и в целом он, конечно же, наверное, стал героем сегодняшнего матча. В концовке были шансы отыграться, но в итоге свои ворота удержали в неприкосновенности. И победу со счетом 1-2 в пользу Тимиртау отпраздновали наши гости. Статистика матча по броскам преимущества торпеды 37-21. По вбрасыванию также хозяева были сильнее 27-19. Один гол в большинстве. Один гол пропустили, играя, кстати, в большинстве торпедовцы. 31 минута штрафа у Тимиртау, 6 у торпеда. Но итоговый результат в пользу гостей, несмотря на преимущества по броскам у скаменногорской команды. Друзья, мы благодарим вас за внимание. До новых встреч. В следующем матче торпеда проведет с командой Горняк из города Рудны. Ну и до новых встреч. До свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»